Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска двигатель 3 литра турбодизель автомат, полный привод пробег на автомобиле 141 тысяча километров был неприятный момент на дороге водитель на газели оторвал зеркало правое получается кронштейн обломился обломился пока временно, чтобы поездить замотали на скотче, заказали кронштейн, пришел именно кронштейн зеркала и на него сейчас переставляем колпак с поворотником и сам зеркальный элемент а кронштейн вот с этим механизмом идет в сборе сейчас скотч обрежу, покажу как он в принципе я даже обрезать пока не буду зачем его обрезать, сниму а потом уже будем разбирать его для этого открываю дверь и изнутри смотрю как подобраться вот эта накладка она цельная получается и чтобы ее снять надо снять карту двери откручиваю и снимаю ее все поддевается снизу сверху а сверху одного крючка и нету вот такие два крючка заводятся и защелкиваются значит карта уже снималась снизу под обшивкой откручиваю саморез не понял и самореза нету места есть самореза нет поддеваю снизу карту ну все снизу клипсы пошли теперь на ручки выкручиваю оба самореза добавлю освещение бита торкс Т25 так ну и магнитом вытащу снимаю ручку просто вытягивается также снимаем вот эту накладку алюминиевую как-то она должна сниматься на тыль на трех клипсах и задвигается получается задвинули а потом защелкнули здесь у нас еще один саморез вернее это даже не саморез это винты ну а теперь берем поднимаем и отключаем тросик от внутренней ручки для этого мы вытаскиваем рубашку тросика из защелки и снимаем крючок с ручки здесь просто обычный крючок отключаем разъем с проводки нажимаем фиксатор и вот этот блокиратор выводим из зацепления все обшивка у нас снята ну а дальше снимаем уже верхнюю накладку здесь интересно как она крепится сейчас попробую ее снять вот эту поднимаю поднимаю бароходку вот снял ее и отвожу эту в сторону еще непонятно как она сидит наверное наверное надо это по кругу ее снимать все все целиком по кругу снял разъем на динамику разъем 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 и также второй фиксатор выдвигаем нажимаем и выдергиваем все зеркало мы отключили теперь мы его откручиваем один болт второй болт вот этот уголок тоже на клипсах здесь две клипсы мы снимаем и здесь у нас находится третий болт головка на 10 откручиваем так это у нас уплотнитель придерживаю зеркало и откручиваю третий болт зеркало стоит пока вроде бы все а этот уплотнитель он разрезанный его надо в ту сторону наоборот выталкивать не в эту разрезной вытаскиваем проводку все 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 разрезал 80 слоев скотча вот такая картина у нас здесь сломан именно кронштейн беру новое зеркало новое зеркало оригинальное заказали опять же это не зеркало это кронштейн 4L1857410AB01С вот такой вот механизм сразу проверю проводку разъема да все отлично именно то что нам и надо было проводам посмотрю так раз два три четыре пять раз два три четыре пять раз два три четыре пять пятнадцатый год 2008 год зеркало родное не менялась а вот теперь смотрим как нам переставить сам колпак сюда и как нам переставить сам элемент ну что приступим ни разу не приходилось аккуратно на излом снимаю разъемы здесь так ну наружный синий будет так оставим его так сидит на защёлках поэтому когда на излом делаем берем по всей площади аккуратненько чтоб не не разломать его наверно наверно Т-15 и откручиваем даже Т-10 получается от корпуса это направляющие в которые заходят элемент на новом корпусе на новом корпусе стоят поэтому дело не в них забавненько в зеркале нету саморезов похоже в него уже лазили вот он один отсутствует вот второй отсутствует и у нас ещё надо открутить он вдалеке раз два ну и всё похоже и потом поднимать будем вверх а вот ещё так оно это остаётся это остаётся на зеркале эти крутить нам не надо получается пока только два откручиваю два отсутствует инструмент здесь нужен тонкий длинный не залазит не залазит не залазит для таких дел нужны отвертки торкс тоненькие длинные вот нашёл у себя вот такой инструмент всё выкрутил его тот который первый я выкрутил его не надо было откручивать он держит повторитель поворота а второй держит здесь получается как раз три их раз два и вот этот посередине в глубине третий вот они как раз держат сам элемент теперь мы вот эти вот фиксаторы отодвигаем и поднимаем колпак вверх вот они крючки как до них добраться будем добираться их три штуки вот он я его отодвинул вот я его не надо поднимать вверх вот все нормально вот сюда упираемся твердкой а крючки отщелкиваем вот 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 Один пошел, второй пошел, возьму вторую отвертку. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот и все. Ну а теперь дело техники, выводим. Спасибо. 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 И отключаем повторитель. Вот саморез который я открутил первый, закручиваю его на место. Вот. Он нам не нужен. Он держит. Получается у нас повторитель поворота. Сейчас пока сняли, сразу его помою, почищу. Почистили колпак, убираем старенький. И берем новенький. Подключаю сразу разъем. Один у нас коричневый. И одеваем его. Проводка на зеркало. А вот теперь берем, заводим направляющие. Вот эту и вот эту. Кстати, вот на этой отсутствует вот такая войлочная прокладка, что-то, чтобы не тревожная прокладка на зеркало. Все. Все, защелкнул. Ну, а теперь прикручиваю на место саморезы. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзка. Дима Торзок. Продолжение следует... Вот и все. И все саморезы поставили на место. Дополнительно использовал вот с этих, где открутил, их и установил. Здесь почему-то проводка сверху заходит. А там она снизу заходила. Я, наверное, ее также снизу и проведу. А, все, все верно. Все нормально. Так, это у нас здесь было. Это у нас здесь было. Заводим провод. Заводим. Все. Идем устанавливаем на автомобиль. Заводим проводку. Заводим проводку. Заводим проводку. Заводим проводку. Заводим проводку. Одеваю на место разъемы. на том зеркале этой клипсы не было здесь есть клипса но вот он лицо наверное она просто сломана точно клипсодер возьму точно вот она на обломана и все теперь на обшивке заменим клипсы а сейчас пока устанавливаем рамку рамка получается вот на этом внутреннем пазе сидит подключаю разъем и заводим на место просто защелкивается во внутренний паз вот 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 клипсы которые не отщелкнулись они бывают часто не отщелкиваются и нормально их уже второй раз не установишь заменил на новый подключаю разъем и также взял новый саморез снизу поставлю поставлю одеваем трос на ручку открывания двери надеваем крючок и защелкиваем накидываем дверь сверху накидываем на дверь сверху все у нас остается теперь только защелкивать обшивку и закручивать закручиваем закручиваем верхний винт направляющие две заводим сюда попутно попутно крючки вставляем и защелкиваем теперь вставляю ручку и закручиваем и закручиваем два винта закручиваем закручиваем зашелкиваем накладку заводим ее сверху и снизу зашелкиваем и все остается у нас внизу установить саморез новый саморез винт саморез винт сейчас попробуем как работает все двигается все нормально все работает поворотник попробуй включить поворот моргает отлично на этом замену зеркала я закончил все вам доброго